Вы смотрите новости и мы продолжаем. Декада по борьбе с онкозаболеваниями стартовала в Казахстане. Она приурочена к Международному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. В областном онкодиспансере подвели итоги прошлого года и рассказали, как снизить риск онкологических заболеваний. Репортаж Кристина Горбаченко. Ежегодно во всем мире от рака умирают порядка 9 миллионов человек. Информационная декада по борьбе с онкозаболеваниями – хорошая возможность напомнить людям о необходимости профилактики. и своевременного прохождения скринингов, считает Ермек Абдримов. Ведь злокачественная опухоль первой и второй степени почти в 95% случаев подается лечению. Темпы роста смертности все еще сохраняются. И в основном 70% смерти происходит в странах с развивающейся экономикой и слабо развитых странах, где данные проблемы не поставлены. Раковые клетки есть у каждого человека. Но в группе риска те, кому за 60 и те, кто не ведет здоровый образ жизни. Точной теории возникновения злокачественной опухоли нет до сих пор, говорят медики. Но есть ряд причин. Они советуют побольше употреблять в пищу витаминов, БАДов, зелени и обязательно заниматься спортом. 30-35% случаев заболевания рака связано с неправильным питанием, 30-32% с курением, 10% вызывают вирусы, 4% алкоголь и производственные канцерогены, 2% это загрязнение окружающей среды, 1% это пищевые добавки, ультрафиолет-солнцеонизирующая радиация, 2% это онкологически отягощенная наследственность и 5% случаев рака обусловлено неизвестными причинами. В прошлом году от рака умерли 654 североказахстанца. Это на 4,4% меньше, чем в 2016-м. Снижение смертности удалось добиться за счет раннего выявления заболевания. Однако наш регион по-прежнему занимает первое место в стране по количеству онкозаболеваний. Лидирует рак легких, молочной железы, кожи и прямой кишки. 1751 человек в прошлом году вновь подтвержденным диагнозом рак поставили на учет в нашей области. Состоит у нас 9353 человек на учете с точным диагнозом онкологические заболевания, различные локализации. И они постоянно находятся под диспансерным наблюдением и периодическим лечением. Медики советуют раз в год ходить к терапевту, сдавать кровь и ни в коем случае не заниматься самолечением. Внимательно следить за своим здоровьем должны и те, у кого есть хронические заболевания. В субботу 3 февраля у жителей региона будет возможность бесплатно получить консультацию специалистов и пройти обследование. С 9 часов утра до обеда в онкодиспансере пройдет день открытых дверей. Принимать будут мамолог, гинеколог и онколог. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.